Всем привет, дорогие друзья! С вами Филстон. Большинство моих подписчиков могли видеть на моих стримах, как я проходил сезонные достижения. Возможно, если мне будет не лень, я как-нибудь сделаю нарезку удачных прохождений со своих стримов, но пару достижений я сделал вне стрима, и вот как это было. Ну что ж, друзья, начнем мы с испытания с доставщицей пиццы Ланой. На самом деле, если вы видели мои стримы, вы могли видеть, что я, ну, может быть, даже довольно неплохо справлялся, далеко доходил, но это не давало должного результата. Там набирал что-то порядка 300 с лишним тысяч очков, по 400 где-то, но мне как бы все-таки не хватало чего-то. И потом я понял, в чем же была моя основная проблема. Вообще, вот что хочу сказать. Здесь это, по сути, не самое сложное испытание. К нему главное, вот, главное просто много раз его повторять. И чем больше раз вы его будете повторять, тем больше, знаете, как вот это, у вас там нейроны будут простраивать специальные дорожки в мозгу, и со временем вы привыкнете к этому испытанию, и оно вам будет даваться все легче и легче и легче, и со временем вы его все-таки пройдете. Если вы играете с телефона, то также есть совет просто перевернуть телефон вертикально, тогда вам будет удобнее жать на стрелочки, и, ну, в целом люди говорят, что гораздо удобнее. Я, конечно, проходил с компа, но вот о чем я заикнулся в самом начале, в чем была моя ошибка. Я, когда на стриме проходил, я старался как бы пройти как можно дальше, и чтобы пройти как можно дальше, я считал, что вот сбор огоньков, он меня отвлекает. Поэтому я старался просто бежать по стеночке, сильно не гнаться за сбором огоньков, и как бы идти по тактике, тише едешь, дальше будешь. Вот я не буду специально гоняться за сбором огоньков, но зато дольше проживу, дойду дальше, и за счет этого наберу больше очков. Вот такая тактика оказалась ошибкой. Знаете почему? Потому что, что со сбором огоньков, что без сбора огоньков, я в итоге доходил примерно до одного и того же места, и помирал. И у меня вышла такая вещь, что вот на стримах на своих я доходил, ну, вот сейчас вы это место увидите, до такого места, где появляются противники, которые идут навстречу друг другу. И вот там я, как правило, помирал, но при этом я не собирал огоньки. А потом я уже за кадром, за стримом, я решил попробовать играть, собирая огоньки, и собирая огоньки, я доходил точно до того же места, вот до этого места, когда два человечка двигаются, и здесь я помирал постоянно. Но я помирал до этого, не собирая огоньки. А тут я начал собирать огоньки, дошел до этого места и помер, но почти набрал 500 тысяч. И тогда я понял, что это в действительности на самом деле не такое сложное испытание. Да, вы видели, вам может показаться, блин, как обидно, почти набрал 500 тысяч, но, если честно, я потом еще переиграл буквально, я не знаю, 3-4 раза, и сразу же прошел очень быстро. Вот все, что мне нужно было, это прямо целенаправленно собирать огоньки и дойти вот до того места, где человечки идут на сближение друг с другом. Вот до этого места. Я постоянно тут умираю, но, если хорошо собирать огоньки, то дойдя до сюда и померев, можно набрать нужный результат. Следующее испытание, которое мне очень сложно далось, это красная рука. Победить босса, ни разу не получив урон. Здесь самое главное в начале, вот смотрите, как только спрыгиваете, надо держаться под углом 90 градусов к боссу, чтобы вот он к вам прямо подошел, никуда не двигаемся. Вот он использует навык, тогда убегаем в правый верхний угол. Тогда мы точно знаем, что снежки сюда не прилетят и вас не зацепят. Это как бы вот правильно, как войти на этот уровень, чтобы сразу не обдамажить сам его снежки. Далее, в принципе, как бы есть две тактики, как его убивать. Кто-то играет через убийство монстров на возвышенности, но там, смотрите, если там сейчас убить вот этих вот, кто кидает снежки по мне, то там потом появится еще два таких же монстра, которые кидают снежки, да еще плюс две субкубики, которые бьют лазером. И, ну, как бы, с одной стороны, можно убить сразу и всех, и потом тебе будет проще, но с другой стороны, можно просто постоянно находиться в движении, стараться, как бы так сказать, передвигаться, не наступая на одну и ту же клетку дважды, и тогда можно избегать попадания вот этих вот снежков, которые, по-моему, стреляют. Да, местами это может быть сложно, но, в принципе, привыкаешь. А еще к чему ты привыкаешь, так это к циклу атак босса. Он там делает определенную серию атак, собственно говоря, это как у всех боссов, и вы используете свои навыки таким образом, чтобы сбивать ему именно ту атаку, когда он пускает снежки. Потому что она самая опасная, от нее сложнее всего увернуться. Вот, друзья, я, ну, на самом деле, видел много прохождения этого уровня. Кто-то проходил на Горами, кто-то проходил на вот этой вот Новый Андрес, потому что, ну, потому что она много дамажит, и, вроде как, вы можете быстрее всего его убить и меньше париться. Видел прохождение на Деде, но мне, вот, если честно, я увидел прохождение на Левит, я попробовал, и я понял, что мне на Левит нравится, вот, мне просто на ней комфортно играть. По сути, можно сказать, что без разницы вы можете это задание и на Бобе пройти, ну, чисто теоретически. Вам главное научиться избегать атак босса, поэтому я бы вам дал совет, ну, как бы, да, на каких-то персонажах вы будете наносить больше урона, вы, вроде как, пройдете быстрее, но если вам на каком-то другом персонаже комфортнее играть, вот именно, играйте на том, на чем вам комфортно. Так, ладно, босса убили, теперь главное, знаете, еще, так сказать, убить всех, кто тут на возвышенности стоит. Для этого я стараюсь, ну, как бы это сказать, не попадаться, блин, опасно сейчас. Опасно близко приближаться к ним, потому что, когда они кидают снежок, если приблизиться, вот, как раз тот момент, когда они кидают снежок, то путь от снежка до вас будет коротким, и вы можете очень быстро получить дамаг, даже не успеете, как бы, среагировать. Поэтому я так, знаете, как бы это, периодически тут подбегаю-отбегаю, чтобы наверняка... Фух, кажется, я не получал урона. В чем, знаете, еще паршивость этого челленджа, можешь просто не заметить, что ты, на самом деле, получил урон, думать, что, о, окей, я прошел, не получая урон, а потом окажется, что где-то все-таки тебя там царапнуло, а ты не заметил. Как бы нельзя настроить, чтобы вот именно играть эту карту как челлендж, и чтобы она тут же закрывалась, когда ты получил урон. Я, кстати, ради интереса даже проверял абуз, можно ли помереть на этом боссе, потом воскреснуть, и уже после воскрешения добить его, типа, не получая урона, и таким образом закрыть челлендж, но нет, это не сработало. Так, ну и вот, ребята, у меня осталось только четыре испытания. Ну, эти испытания я не то, что, знаете, опускаю руки и не собираюсь их выполнять, просто пока что вот эти испытания оказались для меня самыми сложными. Ну, разве что вот по поводу Камазона я бы, наверное, мог пройти это испытание. Я просто, когда проходил Камазон, я это делал уже как бы так серьезно в последний день, когда Камазон уже заканчивался, а потом, ну, как бы началась бы обнова следующей сезона, вот, которая сейчас Камазона, а я проходил в прошлой обнове, когда падали цветки на урон, как бы на откат навыка при убийстве, и все играли через эти цветки. Но я поначалу там неправильно играл, я не знал, как получить эту ауридилию, и я проходил без нее. А потом я уже когда понял, как проходить правильно, у меня довольно легко пошло, но у меня было не так много времени. И то есть я как бы пару раз сыграл на второй попытке. На первой попытке у меня очень плохие артефакты были, как бы проклятия плохо шли, на второй уже получше, но я все-таки там умер на девятнадцатом, по-моему, этаже. Вот. В итоге собрал там пару улучшений, а вот это за двадцатый этаж так и не взял. Но у меня время поджимало, и там уже как бы Камазон заканчивался, выходила обнова. Я думаю, как бы сейчас все равно нету смысла это задание выполнять, потому что в следующем обновлении, которое вот уже завтра нам добавит кучу новых заданий, и причем будет самое смешное, добавит задание, опять же, дойти там до двадцатого, до восемнадцатого и так далее, этажа, но при этом имея полный набор проклятий. Смешно это потому, что в принципе, вот даже вот сейчас, если зайти в Камазон, и тогда, когда все доходили до двадцатого этажа, как бы все и так играют через проклятие в Камазоне. Ну, я не знаю, вот здесь можно в ранге посмотреть. Так, ну вот этот челик через проклятие играет здесь. Ладно, здесь нет, да, у него нету выгоды на проклятие, так бы он собрал, конечно. Третье место тоже нет. Нет. Вот опять чел через проклятие играет. Через проклятие, через проклятие. Ну, в общем, многие и так играют через проклятие. И это, знаете, как такая шутка, потому что прошлый этап точно все проходили через проклятие, потому что так было проще. И тут опять задание пройти через проклятие То есть получается, в прошлый заход Те, кто проходил Камазон, мог вообще не проходить Потому что сейчас будут опять задания дойти до 20-го этажа До 18-го этажа, только имея 8 проклятий А все и так играют через эти проклятия Из-за, ну не все, но как бы многие и так играют через эти проклятия Из-за выгоды Вот эта выгода, она дает баф за каждое проклятие, которое у вас есть Можно набрать как бы полный рюкзак безобидных проклятий Которые не так страшны Но благодаря бафу за каждое проклятие оставаться в плюсе Там тем более, когда у вас уже как бы в инвентаре 8 проклятий И вы получаете новые, вы уже можете выбирать Какое проклятие выкинуть из сумки, а какое оставить И таким образом, ну как бы вам будет легче набрать нужные проклятия Тем более, именно поэтому многие заходят в магазин Покупают хорошие проклятия за серебро А плохие не покупают Ну, я на самом деле не знаю, насколько нужны проклятия в этом сезоне Камазона Вот в прошлом сезоне, понятное дело, они были весьма нужны То есть там баф к атаке очень значительную роль играл Потому что люди тогда играли через откат навыка максимальный Настолько быстрый, что там иногда герой успевал по 2-3 скилла вподряд пулять Буквально, знаете, как пулеметом без остановки И там играли через Гарама, в основном главным Или там через ту же самую темную, как ее, эту красную шапочку Арабель И у кого была, ставили в роли танка Ханну Которая могла подольше пожить за счет ее неуязвимости потанковать А Гарам в это время там раздавал С неплохим бонусом к атаке за счет проклятия И с огромным откатом навыка при убийстве врагов Там специальная сборка была В этот раз у нас, видите, играют через вот эти вот подушечки Которые типа дамажат по всем целям на поле боя В процентном соотношении И там, ну, вот так это часто проходится Там вплоть до того, что играют персонажами двухзвездными, однозвездными Просто вынимают у них пушки из рук Чтобы они не шли вперед в сторону врага Стояли на месте, тем самым как можно дольше оставаясь в живых И, ну, там, вперед пару танков, допустим, отправляют А в тылах оставляют никуда не идущих рейджериков Но это уже для самых последних этажей Когда будет реально сложно Но эта тактика, как видите, дает результат И люди доходят довольно далеко Так что, причем они доходили еще, как бы, так сказать Когда выгода неполная была Так что, думаю, скорее всего, с этим челленджем в этом сезоне Камазона Трудностей не будет Единственное, что вот у меня какие сейчас трудности Тут вообще, видите, как получается Что три задания, я так понимаю, можно будет проигнорировать Я думаю, я проигнорирую вот это на 45 тысяч стамины Может быть, что-то из экспедиции Я еще пока не дошел до босса, чтобы пробовать 400 тысяч очков набить на боссе Это, наверное, тоже будет довольно тяжко Ну, посмотрим Я вот как раз жду следующего обновления У меня пока не пройдена экспедиция Но я думаю, в следующей обнове, когда у нас будет на экспедицию X2 Я прямо тут и кофе у меня в загашнике накоплено Чтобы прям по-максимальному отыгрывать экспедицию Открывать новые регионы там Заработать эту монету Счастья мне там одной не хватает как раз Ну, посмотрим С Камазоном, я думаю, я все задания пройду А вот как насчет остального Ну, три задания можно не проходить Чтобы набить себе максимальную награду 3.300 Я буду за это бороться Я буду стараться это взять Получится или нет В общем, смотрите мои стримы вечерние Как раз вот буквально Когда у нас обнова выйдет Я думаю Ну, хотелось бы еще, чтобы горло маленько зажигалось Я думаю, вы слышите по моему голосу И тогда уже постримить Прохождение испытаний В свое удовольствие Ладно, ребят У меня на этом все С вами был 11.1 Огромное вам спасибо за просмотр А также огромное спасибо бустерам Которые меня поддерживают Это вот эти ребята, которых вы видите сейчас на экране Если хотите записаться в их ряды Все-таки надо же где-то брать ники Чтобы вставлять их в конец ролика В общем, ссылочку вы найдете в описании к этому видео А у меня на этом все С вами был 11.1 Спасибо за просмотр И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok